максимальная комплектация у рано дастера похоже наклевывается на тест как-то так стайл исполнения плюс какие-то супер пакеты которые увеличивают стоимость этого автомобиля одновременно с комфортным что-то типа такого всем привет это рано дастер 21 года и кстати многие правильно подметили что здесь реально эйфелева башня смотрите 1 2 3 4 5 5 эйфелевых башна одной стороне 5 там получается 10 ну и по той стороне 10 20 эйфелевых башень у вас вы представляете себе что это такое причем это еще и дизелек обалденный на 4 в.д. на механике 109 кобыл исполнение style есть пакетом навигационная система с пакетом подключаемых сервисов рано connect онлайн навигация там текущая дорожная ситуация пробки скоростные ограничения камеры контроля информация о дорожных событиях ремонт и опасные места стоимость топлива погода и так далее плюс система камер кругового обзора двуступенчатый подогрев задних сидений с двумя разъемами юсб в общем укомплектован этот бустер для многих очень даже пышненько жирненько как-то так расскажу покажу что же из себя представляет абсолютный любимчик народные любимчик у нас у всех до стоимость конечно уже не особо такая прям податливая становится нынешние времена как-то так вот такой интересный автомобиль вы сможете приобрести в автослоне спринт вся подробная информация в ссылке в описании к видео ребят постоянно обновляется парковка новых автомобилей добро пожаловать любые комплектации цвета на вкус и кошелек такие дела ну что ж семнадцатые диски 215 на шестидесятом профиле и очень красиво с утра при минус 3 минус 4 лег снег завтра уже обещают 1517 будет такой колотун стоять нормальный ну а пока вот рено дастер заснеженные для вас специально даже не чищенный прям такой антураж можно даже поймать друзья не забывайте подписываться на канал будет еще очень много интересных и познавательных видео здесь смотрите такой ключ выкидной есть папа вот он на и крутейший обыкновенный ключ и соответственно сигналка с автозапуском вот такая шерхан по сути как пейджер делки-палки так он открывается автомобиль снят с охраны так закрывается такая штукенция это уже вам не хухры муха идет комплектация он после мойки вчерашний этого не сильно примес так момент истины давай 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 все произошло и открыли дастер здесь у нас шины для вас аккуратно упакованы летние лежат новенькие которые вам нужно будет обкатать какой-нибудь хорошей поездки что же самое главное это максималочка это максималочка стайл этих камеры здесь наикрутейшие стоят вот она здесь приютилась как видите спереди есть камера сейчас он тоже продемонстрирует вот она прям где эмблема рено и вот с этой стороны тоже у нас идет камера понятное дело так сейчас посмотрим как раз таки строят эту картинку интересную для камер круга обзора и вот здесь находится тоже у нас наикрутейшая камера есть паркоп очень автомобиль укомплектован от а до я бери катайся что же давайте в сторону строим ох как прям атмосферно со снежком все открывается класс попало в салон ничего страшного растает оттает сидушку отодвину немного опачки двигайся такие дела ну а теперь сядем как же тебя полюбили я боюсь что этот рано дастер а сразу навигация включается смотрите я боюсь что этот рано дастер отнимет так скажем часть славы у трех дверки четырех дверки нивы как-то я так думал то самый legend которая переименована отнимет ли посмотрим со временем потому что все больше и больше людей проникаются любовью к рано дастер высоте повлета все регулируется красные стрелочки нас ждут такой почетный круг при запуске они описывают белолунная подсветка достаточно красивая дизель конечно же дизель первую очередь это экономия топлива это хороший крутящий момент он проверен сотни тысяч километров без проблем катать не форсунки не турбина ничего другого особо плохого произойти не должно заправляйтесь проверено заправках все это часть кстати без подсветки о ля ля вот это да блин и как же вырубать эту штуку блин давай тихо блин ну вот этого отстава подстава блин все what the hell вот и что и как вот регулировать а если ты махом хочешь звук убрать здесь нету ну да вот здесь надо было сюда махом как ты решил ой такая ситуация короче вообще сейчас надеюсь он тоже петь мне так не сделает все давай 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 шестиступенчатая механика мощная штука давай дизелек покажи класс сразу в ночной режим он переходит про молотит как надо здесь особо прям вибрации вы не увидите страшных каких-то новые даете себе конечно даете себе отчет что это дизелек это дизелек хоть и с такими классными форсунками все настроена класса но это дизелек когда прогазовывать все таки все будет прекрасно слышно здесь имеется подогрев руля помощь при спуске такой внедорожный круиз-контроль трекшн стабилизация электро регулируемые зеркала огромная как снежок лег я прям балдею не знаю я снега так долго ждал 10 день зимы и толком не может погода как-то расчехлиться чтобы максимально джингл был сам устроить даже не буду тут стекло наверное чистить пускай будет так это атмосферно классно здорово весь функционал тоже продемонстрирую подогрев сидений две ступеньки и давайте-ка на камеры нажмем так о неплохо слушайте смотрите ну графика тоже как с 3310 nokia но все равно уже как-то круче линии парковки ага все динамическое класс неплохо вот боковая камера получается справа ну вот она слева так все устроено слушать это большое паспори особенно где-нибудь здесь у нас настройки тоже можете перейти отрегулировать яркость мульти view камера мульти view них называется траекторные линии убрать там и так далее вынести допустим на этот экран обыкновенные настройки так включаем так давай вот конфигурация раз таки звук приветствия ассистенты водителя дорожные знаки система дисплей звук язык клавиатура дата и время настройка менеджер устройств изменить рабочий стол главное меню навигация радио музыка телефон приложение информация и настройки вот так все работает я бы сказал для именно такого класса автомобилей все продумано есть щепотка чуточка того что других авто такого же класса возможно не будет а у вас вот такое классное обалденное меню будет прогнозирование что-то еще рекомендует этот помощник все так скажем предсказуемо такая навигация ведет вас как и сами что-то чужеродные дисплей мне кажется немножко не своим здесь что он родной свой этот дастер а вот дисплей какой-то не родной не свой все работает шикарно можно ориентироваться прекрасно здесь у нас регулировка для температуры ход полградуса режим авто имеется вот такое ойладе дисплея воздуха различные зоны в данном случае при циркуляция кондиционер заднего грязь тепла передний обдув два входа usb зарядка здесь у нас тоже зарядка имеется и пожалуйста вот это задняя передача камера сразу выпрыгивает и собственно первая вторая третья четвертая пятая шестая и селектор там рычаг приятный режим авто 2 воды блокировка ручник пожалуйста здесь у нас таким образом но вещевой бокс достаточно маленькой маленькой как-то так здесь у нас классный коврик лежит подсветка руководство эксплуатации строчка аккуратно это же надпись дастов ну что ж он очень такой знаете привлекательный автомобиль система аэроглаз не пристегнутый ремень безопасности подсветка микрофон для hands free здесь вот такое дело тоже без подсветки с этой стороны такая же история особо ничего нового нет какие ручки можно машину шатать я твой тастер шапан как-то так подрулевые значит подрулевой джойстик здесь прибавить и убавить звук отключение звука соответственно вы можете здесь также искать станции или подменю допустим из синили bluetooth эта кнопочка вообще поступает в качестве стопоря на стоп то есть допустим видео смотрите и стоп нажимаем смена источника еще дополнительно преднастройки носовой команды а вот он bluetooth добавляет окей и здесь треки станции тоже треки станции это борт компьютер но все с утра еще не проснулся кофеек не подействовал средний расход 29 и 9 но он тоже бережет вас у психику на самом деле не 29 9 должны быть на вены расход запас хода пробег средняя скорость что еще здесь цифровой спидометр температура датчик давления удержания для калибровки нет сообщений ноты все пожалуй принесли там поворотниками вот здесь у нас находится и села чистить 4 электростиклоподъемника блокировка стекол очень сидишь наверное дать как ребенок радуется в этом автомобиле по поводу всего и вся почему потому что он настолько проверены и надежные вот еще поищите такой же автомобиль вот эту дачу пердачу еще бы поискать в классе чтобы она действительно доставляла максимум удовольствия да он может по управляемости прям плывет где-то еще но он раскрывается на бездорожье самое главное это проверенные узлы агрегаты он надежный может не так прям сильно обновили внутри как мы ждали все слезали с арканы с одной стороны но с другой стороны вот эти проверенные решения неправильно действительно в этой тачке ну как минимум подкупают своей вот этой простотой надежностью годами проверены конструкции да может местами устаревший может где-то там потерявший лоск и шип но в то же время это как то остается желанным для многих светодиодных огней галоген здесь рефлектор ближний дальний дорога пищает прекрасно вот он визелек 1,5 литра а вот а вот а вот а вот 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 все дито проверено устойчиво так скажу его работает любых условиях Я рекомендую пленочку закатать переднюю часть, поставить сеточку как минимум, чтобы защитить это все богатство дачи. Здесь получается проушином что ли не поставили, потому что такой лючок есть, скорее всего, это проушиного. Здесь и вот здесь, как на реал. Угол въезда съездок тоже хорошая рампа, свесы, я бы слышал, что прям катастрофические клоки для бездорожья, тоже можно где-то в умелых руках раскрыть небольшой подвесал этот водоспорт. Кстати, сейчас только заметил, что зеркала в серебрях покрашены. Очень даже неплохо, это прям как на рейндж-ровере Vogue отдельная комплектация. Ну что, здесь стоит у нас Скорпион. Скорпион, значит, шипы I-Zero 2. Чепкий ровный автомобиль. Правда, конечно же, молодежь на эту тачку особо не обращает внимания. Никто там из молодого поколения глаз на него не положил, но все же, типа взял у папы покататься. Если вы приехали на сходку заниженных, посаженных, опущенных там как у вас чуваков, то можно сказать, я у дедушки, у папы взял кататься. Занизить его по приезду на сходку не получится. Нужно много усилий прилагать. Как-то так. Смотрите, сколько здесь всего, а? Слушайте, подушка безопасности, отключения. Какие везде уплотнительные. Так, ровно снег лег, а? Я прям так и знал, что снег подстроится под что-то. Ха-ха! Класс, класс! Кстати, на дизеле для Европы есть, вроде бы как, отблю. Здесь же идет, но для России отблю, к сожалению, нет этой штуки, которая очищает выхлоп. Там какая-то другая система предусмотрена. Здесь у нас помощь автомобилисту. Это комплект автомобилиста, там есть огнетушитель, жилет, трос и еще пару мелочей, которые безусловно пригодятся каждого потребителя. Здесь USB зарядки и даже есть подогрев сидений, две позиции. Чуть-чуть личный подпор, а вот он красавчик, ждет своего новоиспеченного владельца. Заслуженно уже сейчас, определенно заслуженно. Тут тоже все ровно, не подкопаться. Единственное, что эксплуатировать, эксплуатировать, получая максимум удовольствия. Многие замечают, что от бренда Jeep задние фонари, да, и пускай так. Чего-то плохого я не вижу. Даже если скопировали, как-то там, позаимствовали. Ну что, четыре шины спокойно заходят сюда, без проблем. Новенькие, свеженькие, пышащие здоровьем, как-то так. И парковь здесь у нас, пожалуйста, у нас. И вот здесь проушину для буксировки, нужно ее так подковырнуть. Немножко. Даже можно, в принципе, и ключом она быстро отходит. Туда либо буксировочная серьга, либо же там какой-то механизм, за что можно подсадиться. Здесь у нас четыре задних датчика по парковке стоят. Такие элементы тоже радуют. Это направлено на то, чтобы грязь не летела на аэродинамику, безусловно. Две ручки удобные. Слушайте, максимальная комплектация прям радует. Вроде бы как можно даже нацелиться на минимальную комплектацию Dastro, но в то же время ты понимаешь, да блин, какая минималка. Нужно на всю катушку раскручивать этот Dastro. Ааа, вот это весь в сосуд, вот смотрите, айдут в сосуд в Dastro. Ну вот он, мечта охотника, рыболова, человек, который ездит на дачу в огород куда-нибудь, в лес по грибы, просто ведет активный образ жизни и просто не может представить жизнь без такого коня. Нажимайка, странный замок, датчики парковки, отключения. С эргономикой все в порядке. Сел, поехал. Такое ощущение, что я все время им катался. И 30, 50, 70, а цифровка тоже к этому привыкаешь, вопрос времени. Вот к этой штуке тоже, так что хорошо. И руль у нас греется по всему ободу, это здорово. Кожа, конечно, прям нежная, не самое высокое качество, но все же, все же. Рекомендую к покупке, друзья. Берите, не пожалеете Dastro. Ты молодец. Пошла. Пару слов об этом Dastro. Он, знаете, он настолько простой, как моя, блин, шапка. И ничего плохого с ним не произойдет. Это по факту. Кто, например, сомневается, брать эту штуку, не брать эту штуку, что-то может, что-то на вторичке посмотреть бэушное. Друзья, вот только эта история с Dastro вам поможет. Я прям в этом уверен. Да, он простой, может, и такой неказистый, и слишком заезжен, уже замылен глаз на эти Dastro, всех он дико бесит уже. Да какой Dastro, Алексей? Что ты нам впариваешь какую-то чушь вообще, сам ты на чем катаешься? Небось, какой-нибудь себе прикупил 300-й или LX500, D600-й, 600-й. В общем, я за новую тачку в виде Renault. Это факт. С этим ничего не поделаешь. Даже вот за такой пейджер, который вам будет предоставлен в связи с покупкой этого автомобиля. Еще что хочу сказать по Dastro. Да, он чувствуется очень дешевым. И, конечно же, не стоят сейчас эти деньги, которые за него просят. Но время меняется. То, что время меняется, такая эпоха уже не знаю, что-то происходит явно. Мы переплачиваем в два, в три раза за автомобили. Одни и те же дрова по совершенно другим признакам уже идентифицируются. Очень странно, конечно, это видеть в сегодняшних реалиях. Но это так вот. Так происходит. Ничего с этим уже не поделать. Кто-то тачку начал чистить без моего ведома. Круто, круто. Видите? Класс. Я уже отснялся и сейчас только дозаписываю. Ну, в общем, раз почистят это дело и все нормально будет. Думают, наверное, что никого нет в этом, скорее всего, в автомобиле. Вот. Такие дела. Так что покупайте Duster. Классная штукенция. Действительно интересный автомобиль. Как внутри, так и снаружи. Берите, не пожалеете. На этом все. Пока.